Дворец Портовидный уже не первый год становится временной станцией по переливанию крови. Данная площадка наиболее удобна для жителей Ленинского городского округа. В просторном фойе учреждения расположены зоны для прохождения нескольких процедур, необходимых для донорства. Кровь может сдавать дееспособный гражданин, который достиг возраста совершеннолетия, который весит больше 50 килограмм, имеет при себе паспорт и не имеет противопоказаний к донорству. Они бывают постоянные и временные. Присутствовали на мероприятии представители Общероссийской общественной организации «Генетика». Начиная с этого года, организация совместно с Российским Красным Крестом занимается созданием реестра доноров костного мозга в нашей стране. Недавно утвержден федеральный закон о донорстве крови и ее компонентов, и в том числе о донорстве костного мозга. И что у нас создается теперь реестр? Мы начали заниматься анкетированием и вхождением в этот реестр. И первые люди, которые становятся кандидатами доноров костного мозга, это сами доноры. То есть лучше кандидатов не найти. Конечно, потом мы будем расширять, но сейчас надо понять, как это сделать, эту систему устойчивой и удобной для самих доноров. Уважаемые руководители организаций, в нашей стране сейчас очень большая необходимость дачи крови. И поэтому очень просим вас отпускать доноров на наши акции. Тем более, это никуда ехать не надо, это находится в Видном. Четыре раза в год, я думаю, что возможность такую можно изыскать. Во время процедуры медицинские работники стараются создать комфортные условия для тех, кто приходит впервые и немного волнуется. Не остаются без внимания и опытные доноры, для кого такие мероприятия уже вошли в добрую привычку. Заместитель директора Дворца культуры «Видная» Любовь Польшакова пришла сдать кровь в уже десятый юбилейный раз. У нас началось с того, что на предыдущей работе просто предложили попробовать. Я решила, почему бы нет, а потом поняла, что это очень важно, особенно когда в моей семье случилась беда, и моему отцу потребовалась кровь, и я поняла, что это очень нужно. Люди действительно нуждаются в крови, а в нынешней ситуации это еще в 10 раз необходимо. В очередной акции по сдаче крови приняли участие более 50 человек. Присоединиться к добровольцам и возможности спасти жизнь и здоровье других людей может каждый желающий, подходящий по медицинским показателям. Наталья Буслаева, Наталья Чапурна, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.